Какие лекарства вызывают мастопатию? Меня зовут Лисенкова Ольга, здесь все о медицине и здоровье простым языком. На первом месте, конечно же, злополучные комбинированные оральные контрацептивы, которые принимают миллионы женщин. Многие из них вам подтвердят, что при приеме КОК у них возникают более неприятные ощущения в молочной железе, часто молочные железы отечные, их распирает, неприятно прикасаться, трудно подобрать комфортное белье. Комбинированные оральные контрацептивы блокируют все циклические процессы в организме женщины, они нагружают печень, снижают уровень прогастерона и все это влияет на здоровье молочной железы. Вторая группа препаратов это нейролептики. Нейролептики широко используются для лечения в психиатрии. У пациентов с шизофренией, с биполярным аффективным расстройством и с многими другими заболеваниями. Нейролептики способствуют повышению уровня пролактина в крови и это может провоцировать нарушения в работе молочных желез. У мужчин при приеме нейролептиков возникает зачастую гинекомастия, а у женщин различные мастопатии. И третья группа препаратов, которая может негативно влиять на молочную железу, это гормональные препараты, неправильно подобранные с целью заместительной гормональной терапии. Если без учета анализов или вы редко обследуетесь, не ходите на коррекцию к доктору, то неудачно подобранная заместительная гормональная терапия также может привести к тому, что развивается мастопатия. Если вам знакомо такое явление, как мастопатия, связанное с приемом каких-то медикаментов, поделитесь в комментариях и переходите по ссылке в описании, забирайте бесплатный гайд 10 золотых правил женского здоровья.